И ребят, всем привет! Как у вас дела? Надеюсь, у вас всё отлично, потому что вот я сегодня сделала ролик для вас. И знаете, идей к нему у меня совершенно не было, но у меня вот спидпейнт был, который я делала очень долго. Я этот арт делала, наверное, несколько дней, поделила его на несколько спидпейнтов, точнее на два, так что это ещё не конец. Но неважно. В общем-то, суть этого видео, это то, что я хочу поделиться с вами тем, что я сделала себе новый персонаж. Точнее, это не совсем новый персонаж. Блин, звучу как дебил. Ну ладно. Если вы помните, недавно я себе делала персонажа Софа. У меня даже с ней спидпейнт есть на канале. Нет, точнее нет, не у меня на канале, у нас на общем канале этот спидпейнт, насколько я помню. Но в любом случае, видео про неё было. И к ней в пару тогда я должна была сделать ещё одного персонажа. Но, честно говоря, у меня не хватило сил, идей и задумки. И я всю себя, можно сказать, вложила в неё. И у меня не хватило, просто ничего не хватило. И я очень долго, я правда очень долго не могла сделать этого персонажа. Я её пыталась сделать месяца два или три. Ну, то есть, наверное, с момента, как я сделала Софу, как раз я и не могла её нарисовать. Она у меня просто не получалась. Знаете, как это бывает? Персонаж в голове есть, но на бумаге ты его передать не можешь. Я делала с ней очень много скетчей, я очень долго пыталась понять, как её сделать. Потратила месяцы и по итогу, наконец-то, наконец-то у нас есть референс, на который я тоже очень много времени потратила. И есть лор. И, в общем-то, на самом деле, когда я думала про лор, я вспомнила, что мне парочка людей почему-то внезапно писала в комментарии ещё с постом про Софу, типа, что она выглядит Мэри Сьюшным. Я тогда, на самом деле, забила на эти комменты, потому что люди не могут сказать что-то, потому что лора ещё нет. Я его тогда нигде не выкатила, и только недавно я его более-менее придумала, но ещё я его нигде не расписывала. И, естественно, я не могу отталкиваться от комментариев таких, потому что никто ещё ничего не знал. Я на них просто забиваю, не обижаюсь, ничего такого. И в этот раз я пошла к Перпи с этим постом и сказала, типа, ну, короче, вот что ты думаешь? И она такая, типа, да нет, вообще-то всё окей, никакая не Мэри Сью, у тебя там просто челы, ну, какую-то фигню написали. И на самом деле, как раз вот этот диалог с ним мне немножечко подал идею самого видео насчёт того, как люди вообще определяют Мэри Сью. Если вы не знаете, то Мэри Сью это вроде как идеальные персонажи, не только внешне, хотя, типа, внешняя идеальность это, ну, знаете, такой себе аргумент, если честно. Потому что у некоторых персонажей просто могут быть какие-нибудь длинные волосы или радужные. В общем-то, даже если они крашеные, всё равно персонажи могут посчитать Мэри Сью просто, ну, просто потому что. Не все в этом разбираются, будем честны. Но, говоря уже про историю, Мэри Сью это персонажи, которые очень сильные, вообще у них всё получается и нет у них никаких минусов. Почему подумали так про Софу? Потому что я написала, что она вообще-то психолог, но она не разговаривает. И многие подумали, что это как-то сьюшно, психолог не разговаривающий. И я тоже, честно говоря, не уловила логики, но мы с Перпин немножечко поугарали, в общем-то, над этим комментом. Потому что, ну, да, у неё есть кое-какая способность, позволяющая это делать, но я, опять же, я про неё нигде не описала. Я хотела сделать арт, который я до сих пор не сделала. Но, неважно, ещё раз говорю, я на подобные комменты не обижаюсь, потому что лор я ещё нигде не рассказывала. Так вот, и знаете, вот эта самая знаменитая фраза, если в твоей вселенной все Мэри Сью, то никто не Мэри Сью. И в этот раз у меня появился персонаж, и она, получается, где-то процентов... Ладно, она просто сильнее и лучше Софы. И я подумала, что вдруг люди опять начнут думать, чёрт, если она Мэри Сью, значит, тут вот есть ещё один, но он ещё более сьюшный. Но, опять же, давайте я немножечко вам расскажу про лор, чтобы вы просто поняли задумку. Итак, это Мэй, я вам, можно сказать, заспользовала её имя, вы можете с ней знакомиться. Они с Софой взаимосвязаны, если бы точнее, они одной расы. И в мире, в котором они живут, есть люди, и есть другая раса. Вообще, у них есть название, это Стриксы, это, скажем так, такие монстроподобные совы. Я не знаю, как это описать, потому что я их ни разу не рисовала. Но они выглядят не так, как Мэй и Софа, можете даже не отталкиваться. Это просто большие, можно сказать, монстры, и на самом деле они достаточно дружелюбные. Они живут в комфорте и в мире согласии с людьми. И так получилось, что у нас есть Мэй и Софа. Они уже у нас как раз-таки и не то, и не другое. Я бы сказала, они смесь людей из Стриксов. Итак, получается, что они лучше людей. Естественно, они сильнее, у них есть какие-то способности, у них есть какая-то сила, которой нет у людей. Получается, ну, получается имба, да, скажем так. Естественно, все, что лучше человека обычного, уже можно было бы назвать Мэрисио. Но при этом у нас есть те самые монстры, которых в мире очень много. Они живут на самом деле сами по себе, несмотря на то, что в целом контакт с людьми. Но по большей части стараются никого не трогать. И вот они, они как бы еще круче. Они могут делать больше вещей и лучше. И вот уже дилемма. Получается, уже они не Мэрисио, ведь наша Софа с Мэй, они так не умеют. Потому что они как бы не Стриксы, у них нету этих сил. И как по такой логике действовать? Можно ли обозвать персонажа Мэрисио? Естественно, нет. Они не имбовые, они просто там умеют больше и лучше каких-то вещей, чем люди. Но при этом они все такие же обычные, можно сказать. И главные герои, они как раз потому, что их в своем роде всего двое. Таких больше нигде нет. Как они уже появились, это отдельный кусок лора, который, возможно, когда-нибудь я вкину. Я, правда, просто еще не знаю, что делать. В любом случае получается вот такая вот ситуация. Вы спросите, зачем я ему это все рассказываю? А что бы вы, наверное, задумались? Получается, все вот эти наезды, которых было... Ну, на самом деле их было немного, но они как бы были. Про сьюшность были, ну, напрасными, возможно. И я в этот раз, когда делала Мэй, я немножечко призадумалась насчет того, будет ли такое снова. Наверняка, конечно, будет. Не все будут смотреть ролик. Не каждый будет вообще думать о чем-то. Типа, зачем думать? Я вижу персонажа. Я вижу, что он там 2.56, по-моему. И я вижу, что он не человек. И там что-то какой-то сильный. Ну, значит, все типа имба, мэри сью. И как бы насраден. И люди просто иногда путают. Им кажется, что если этот персонаж лучше, чем, не знаю, тот, который есть у них, значит, он определенно сьюшный. Но, знаете, есть еще всякие вселенные с богами в главных ролях. Ну, типа, таких аниме даже много. Давайте будем честны, какой-нибудь тот же самый Наруто технически мог бы назваться сьюхой за счет своей супер большой силы. И за счет того, что он особенный, и он не такой, как все. Но, тем не менее, никто так... Ну, ладно, не никто. Но него так, по крайней мере, не обзывали. Потому что в лоре это обосновано. То же самое. В целом, вам ничто не мешает создать какую-нибудь принцессу Селестию. Которая тоже, по идее, суперсильная. Вообще, у нее длинные радужные волосы. Они развиваются на ветру. И вообще, она чуть ли там не богиня. Солнце поднимает. Ну, бла-бла-бла. Вот это вот вы все поняли. Это тоже... Ну, нельзя ее назвать мэри сью. Потому что по лору это все объяснено. Не говоря уже о том, что есть буквально точно такой же персонаж. С противоположной силой. И вот он, как бы, тоже имбовый. И все такое. И на самом деле... Даже если ваш персонаж внезапно оказался мэри сью. Да, полностью. И лором это никак не объясняется. И все такое. На самом деле, я всегда говорила, что лучше забить на мнение других людей. У вас есть персонаж. Вам с ним хорошо. Вам с ним весело. У вас есть сюжет. А почему нет? Почему нельзя? Я бы на вашем месте просто реально развлекалась. И в конце концов, персонаж, он вырастет. Он вместе с вами. И его сьюшность либо уйдет, либо вы ее как-то обоснуете. И все такое. В общем, просто позволяйте своим персонажам расти. И не парьтесь. Насчет подобных комментариев. Как сделали мы с первыми. Мы, честно, просто поугарали. Мы обсудили с ней, например, военную тематику. Потому что у меня эти персонажи военные. И я помню, она написала комментарий. Там был коммент, типа, блин, военный психолог. Это вообще как? Это вот такого не существует. И, честно говоря, Перпин с этого очень сильно угорала. Писала, что, типа, по ходу, по мнению чела, военные психологи только и занимаются тем, что бегают по полю битвы и орут. Пацаны, вы сможете? Да, возможно, это не самая смешная шутка. Но, честно говоря, мне то так запомнилось, что я до сих пор угораю с этого. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Чекайте инст, вк, твиттер. В инсте и вк я точно буду что-то рассказывать про персонажей. Я правда не хочу забивать на них. Ждите что-нибудь. Так что обязательно подписывайтесь. И всем спасибо. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok